Привет, я Фёдор и на канале FXPC нас с вами уже 5000 человек. По этому поводу я решил вернуться в самое-самое-самое прошлое. В те времена, когда я только начинал интересоваться компьютерами. И из тех времён я нашёл забавный артефакт. Такую вот тетрадку по информатике с Биллом Гейтсом, в которую я записывал всё самое интересное. И прежде чем начнём, пообещайте, что вы не будете ржать. Потому что, когда я заполнял эту тетрадку, мне было всего лишь лет 10-11. Это был, к слову, 2006 год. Самая обычная тетрадка по информатике с Биллом Гейтсом и каким-то ноутбуком на обложке. Но здесь написано «ПК Альбом 1». В самом начале какое-то количество бесполезной справочной информации. Дальше табличка с характеристиками компьютера. Это, кстати, мой первый игровой компьютер. Его характеристики я подбирал самостоятельно. Классная материнская плата от Asus, одноядерный процессор AMD Athlon, гигабайт оперативной памяти и 7900GT в качестве видеокарты. Дальше идут пустые странички. И снова табличка с характеристиками компьютера. Это один из не самых удачных вариантов для того, чтобы стать моим первым игровым компьютером. Тут Pentium D, тот же самый гигабайт оперативной памяти, но теперь две видеокарты. Но это 6600GT от NVIDIA. Более слабенькие и более старенькие. Что же дальше? Что же дальше? Дальше тут какая-то непонятная ерунда. Логотип AMD. Вау, я вырезал кучу логотипов AMD и вклеивал их сюда зачем-то. Вот. Уже тогда я мечтал о каком-то собственном ноутбуке. Мне хотелось реально мощный, классный ноутбук, чтобы тянул все игрушки. Вот из журнала Игромания вырезал Destin Easy Book B746W. Да уж. Дальше колонки. Defender Mercury 35. Понятия не имею, чего меня в них заинтересовало, но, наверное, хорошие были колонки. Видеокарты. Здесь такая страничка зала славы. Те видеокарты, о которых я мечтал. И если тогда я мечтал хотя бы о 7800GTX 512MB, то теперь у меня есть аж целых 37900GTX 512MB. Вау, дальше у нас плеер Sony Walkman. Да, такие плееры тогда, в 2006-2007, реально были классной штукой. Это сейчас они абсолютно бесполезны на фоне современных смартфонов. Воу, уже тогда мне хотелось что-то снимать, и я мечтал о собственной камере. К сожалению, собственная камера появилась у меня только пару лет назад. Вжух, прямо сейчас я живу с кошкой и без проблем слушаю музыку и смотрю фильмы через колонки. Но тогда, давным-давно, я был маленьким школьником, жил с родителями, и наушники были реально классной штукой, которая зачастую выручала... Ох ты, тут сколько наушников-то! Ух ты! Вот о такой веб-камере я мечтаю до сих пор. Веб-камера в форме пёсика. Вот ведь делали, а! Какая-то клавиатура, ускоритель физики, опять видеокарты. На этот раз крутые в перемешку с не самыми крутыми. И Crossfire. Да, я ещё застал те времена, когда видеокарты в Crossfire подключались не внутренними мостиками, а внешними проводами. Так, дальше у нас опять видеокарты, и на этот раз крутая SLA-сборка. Вжух! Материнская плата от EICS. Искренне не понимаю, почему игромания сказала, что это лучшая покупка. Такую материнскую плату сейчас я бы и врагу не посоветовал. Но в те времена, возможно, если не разгонять, то было вполне неплохо. Так, что же тут дальше? Что же дальше? Дальше у нас ТВ-тюнеры. Да, в 2006-2007 ТВ-тюнер был ещё классной штукой. Волшебное кресло. Чёрт, мне бы и сейчас хотелось такую штуку на кресло. Только представьте, что-то вроде сабвуфера, но только в вашем кресле. Да, классная клавиатурка была в своё время. Какая-то фигня про ноутбуки. Опять материнские платы для процессоров AMD. И логотипы AMD. Да уж, я любил AMD в те времена. Так, а вот это нужно обязательно зачитать. Как восстановить Windows XP Pro или Home? Запустите компьютер под логином, который имеет статус админа. Если админ сдохли, то запустите комп в безопасном режиме. При запуске нажмите F8 и выбирайте безопасный режим. Главное, в безопасном режиме включайтесь как админ. Глюков быть не должно. Далее выбираем пуск все программы служебные и восстановления системы. Потом ещё последнюю рабочую дату. Например, 21 января 99-го года. Всё, перезапускаем компьютер. И всё, глюков нет. Если они всё ещё есть, то переустановите Windows. Понятия не имею, зачем я написал это всё в таком официальном стиле. Но мне этот способ помогал. Воу, уже тогда в 2000 каком-то году можно было подключать к ноутбукам внешние видеокарты. И таким образом превращать старенький ноутбук в игровой ноутбук. На самом деле идея так себе, но в целом право на жизнь у неё есть. Воу, материнские платы на 775 сокет. Как раз то время, когда только-только вышли Core 2 Duo. Да, вот такой вот Биастар мне очень хотелось. Потому что она позволяла взять самый дешёвый Core 2 Duo и разогнать его в щи. Так, как и многие из вас, я тоже в какое-то время фанател от игры Stalker. И зачем-то я решил порисовать и пописать про Stalker в этом своём ПК-альбоме. Дальше у нас слева про то, как работает SLI на разных видеокартах. И основные характеристики видеокарт от NVIDIA восьмитысячной линейке. Материнская плата от MSI, кстати, весьма неплохая. Я тут написал, что в комплекте идёт 40-миллиметровый вентилятор на Северный мост. И рекомендую я её с Core 2 Duo E4 300. Вау, прикольно. Вот, а это топовый компьютер того времени. Core 2 Extreme, два ядра с разблокированным множителем. 2 Гига оперативки. И сразу 2 8800 GTX от Palito. Самая быстрая видеокарта на свете. Сейчас у меня таких 3 или 4. Опять видеокарты. Вы только посмотрите на дизайн видеокарт. Ведь умели же раньше делать. Вот, Radeon 2900 XT. Эти языки пламени прямо говорят, что чувак, карта у тебя будет жарить до сотки. Двигаемся дальше. Опять бесполезный ТВ-тюнер по нынешним меркам. И компактный компьютер от Shuttle. Вот это была реально крутая штука. И еще немножко бесполезной справочной информации. И самое классное здесь были коды, которые надо было отправлять по SMS, чтобы получить какие-то мелодии, картинки, знакомства. Ох, это сейчас все бесплатно в этом вашем интернете. Ну вот и все. Обязательно пишите в комментариях, как в 10 лет развлекались вы. Ставьте пальцы вверх этому видео. Подписывайтесь на канал, чтобы нас с вами было еще больше. Ну а вообще это видео скорее нужно не вам, а мне. Потому что бумага рано или поздно превратится в труху. А это видео, скорее всего, будет жить вечно. Итак, память о моем прошлом останется с нами всеми навечно. Пока.